События, разворачивающиеся сейчас в Азербайджане, показательны с очень многих сторон, и следующий ниже текст будет иметь вид такого себе винегрета, чтобы постараться хоть краем зацепить основные. Поэтому такое изложение не сумбур, а просто попытка накидать какие-то моменты, каждый из которых может стать предметом долгого и плодотворного обсуждения. Но начнем мы вот с чего. Конфликты, а тем более военные конфликты, если уже вызывают наш интерес, то всегда наблюдатель так или иначе склоняется своими симпатиями к одной из сторон. В одном случае для нас все просто, поскольку Армения как страна, представленная в ООН, постоянно и последовательно занимала пророссийскую позицию по всем вопросам, касающихся Украины. Это не удивительно, поскольку Армения была с самого начала и остается по сей день колонией РФ, а потому ни о какой самостоятельности в политических, а тем более военных вопросах, она не имеет априори. У нее банально нет ресурсов на ведение войны с любым из своих соседей. По сути, в военном отношении Армения – ничто и держится она исключительно на российских штыках. Случай завтра в Москве исчезнуть, и понятия «армянская оккупация» и «армянская агрессия» или «армянская армия» растают как туман в лучах утреннего солнца. Ну а если учесть географическое положение Армении, то ей с соседями нужно жить мирно и дружно, чтобы просто выжить. Таким образом, нынешняя военная активность на земле Азербайджана обусловлена противостоянием Азербайджана и Москвы, которая играет здесь под видом армян. А раз так, то никаких раздумий о том, чью сторону здесь занимать, нет в принципе. Все, кто прямо или косвенно воюет против Москвы, по одну сторону баррикад с нами. И наоборот. Выше мы акцентировали внимание на том, что военные действия идут на земли Азербайджана, и это именно так, поскольку российская пропаганда сместила акценты восприятия этого конфликта с привычным плутовством. Дело в том, что именно сейчас боевые действия происходят не на земле Карабаха, а на земле Азербайджана, которая была захвачена помимо Карабаха. Московская пропаганда умело обходит этот момент, поскольку он клеймит Армению как агрессора полностью и бесповоротно. Если о Карабахе еще можно рассуждать в исторической плоскости, хотя и тут все ясно, то еще можно что-то там такое найти в виде оправдания армян. Это оправдание будет вонючим и тухлым, но все же можно его накидывать на вентилятор. А вот земли, захваченные Арменией вне Карабаха, уже не имеют даже теоретического оправдания, и Азербайджан сегодня изгоняет оккупанта с чисто своей земли, поэтому он имеет право поступать любым образом, в частности и физически уничтожая оккупанта. Отсюда следующий момент. Карабахской теме уже более 30 лет и никакие международные усилия, направленные на Армению, РФ, что бы то образумилось, так и не подействовали. Такая маленькая экономически отсталая страна просто не могла бы противостоять давлению мирового сообщества, «Не засунь ей сзади руку Кремль». Это показывает, что известный нам лозунг «Война на Донбассе не имеет военного решения» или «Деоккупация Крыма не имеет решения» опровергается опытом Карабаха. На самом деле такие проблемы не имеют никакого другого решения, кроме военного. Оккупант должен быть изгнан силой или уничтожен. «А если кто-то имеет иное мнение, пусть вспомнит Вторую мировую, и можно ли было просить Гитлера не баловаться и не шалить?» Путин не Гитлер, но он очень хотел бы им стать. Поэтому ничего кроме решительной силы он не поймет и ни одна проблема не будет решена, кроме как силой оружия. Второй вариант решения этих проблем оптом – уничтожение войны или разрушение Московии, если ее сегодня до ноля часов не станет, то завтра утром кончится большая часть войны конфликтов, начнет резко сокращаться количество терактов и более того, исчезнут многие смертельные болезни. В общем, когда речь идет именно об этом вооруженном конфликте, надо себе давать отчет в том, что Москва использует Армению, в данном случае как перчатку, но это история ее совсем не оправдывает, поскольку она сама желает быть перчаткой. Знаменитая мудрость о том, что девушку танцует тот, кто ее кормит, как нельзя кстати. А теперь немного деталей, которые мы берем в турецкой прессе. К вечеру вчерашнего дня стало известно о том, что азербайджанским войскам удалось освободить часть своей территории, включая несколько населенных пунктов и, главное, господствующую высоту Муров. Кроме того, взята под контроль автомобильная дорога военного значения Варденис-Агдере, которая соединяет Армению с оккупированными территориями Азербайджана. Достигнутое военное преимущество позволяет пресечь переброску дополнительных военных грузов из Армении в направлении Кельбаджара и Агдере. Как сообщают другие источники, армянский гарнизон в Агдере оказался в окружении и азербайджанские военные предложили армянам сдаться, либо погибнуть. На этот момент пока неизвестно, чем там закончилось дело, но, возможно, армяне еще не поняли, что происходит и ждут, что их деблокируют. Но им четко были разъяснены условия и, если они собираются дожидаться помощи, то они выбирают или погибнуть. Кроме того, стало известно о том, что и как делали стороны с самого начала боевых действий и до вечера. Армяне сосредоточились на уничтожении азербайджанской бронетехники и, насколько было известно по состоянию на вечер, им удалось уничтожить три единицы, в том числе один танк и одну инженерную гусеничную машину. Азербайджанцы же поступили иначе, они подтянули свои сухопутные войска к линии фронта, но основную активность продемонстрировала беспилотная авиация. Так, в первую очередь она отработала по всем разведанным местам базирования систем ПВО армянской армии. К 12 ЗРК ОСА, уничтоженным дронами, добавились комплексы С-300, которые находились на оккупированной территории Азербайджана. Источник не уточняет количество самих единиц техники, а говорит о том, что уничтожены все ЗРК противника. Это турецкий почерк, турки уже показали именно такой рисунок боевых действий в Сирии и Ливии. Сначала уничтожается вся инфраструктура ПВО противника в операционном районе, а потом начинает вываливаться тяжелая бронетехника, на следующем этапе дроны сжигают всю технику, которая движется и на последнем этапе валят все, что шевелится. После этого наземные войска заходят в операционный район и зачищают его от всех, кто спрятался. То есть стороны уже показали различный рисунок боевых действий. Из этого можно сделать вывод о том, что азербайджанская армия все же избавляется от совковости и начинает действовать как современная военная сила. Наверное, множество офицеров прошли обучение в Турции, а возможно и в других странах, и теперь мы видим другую войну в исполнении Баку. Но плюс ко всему поступают сообщения о том, что в Азербайджане настоящий подъем. Добровольцы собираются в отряды и выдвигаются к линии фронта, и потому там все может перерасти в мощные действия, которые могут наконец-то положить конец оккупации. Но как мы отмечали выше, не важно, что там думает или собирается делать Армения. Все зависит от того, что будет делать Москва, а еще точнее, что она может делать, а что уже не в ее силах. Для того, чтобы встать на точку зрения, с которой лучше всего виден именно этот аспект, нужно вспомнить то, что и как делал Гитлер. На самом деле он действовал очень рационально, и если докопаться до мелочей боевого планирования операций и того, как себе это представлял фюрер, то в общем к нему и не останется претензий, просто игра оказалась крупнее, чем он себе это представлял. В самом деле, начиная с возврата себе Рейнской демилитаризованной зоны и заканчивая аншлюзом Австрии и аннексией Чехословакии, все успехи были достигнуты даже не применением силы, а лишь ее демонстрацией. А так надо уметь действовать, поскольку в двух из трех случаев Гитлер имел оппонентов либо равных себе по силе, Чехословакия, либо намного сильнее. Ведь захват Рейнской области был очень рискованным мероприятием, поскольку ее статус контролировала французская армия, которая на тот момент была безусловно мощнее германской, и Гитлер просто не мог себе позволить бодаться с Парижем. Поэтому его военные имели четкий приказ не вступать в огневой контакт с французами и выйти с территории области, если французы введут туда свои войска. Все остальные боевые операции против Польши, Франции и Совка были просчитаны на глубину от нескольких недель до нескольких месяцев. Гитлер прекрасно понимал, что любая длительная военная кампания будет нарастающими темпами нивелировать главное преимущество немецкой военной машины – маневренность, грамотность, четкость, дисциплину и в итоге эффективность. Его не нужно было убеждать в том, что война должна быть молниеносной, поскольку затяжная война выродится в борьбу ресурсов, а с ресурсами у Германии было не так хорошо, как того хотелось бы. И действительно война в Польше имела три недели активных боевых действий, а во Франции – пять. Военная операция против Совка действительно планировалась на несколько месяцев и в любом случае дело должно было закончиться до холодов. Но окончание войны в данном случае имело важное условие. В случае с Францией достаточно было получить ее капитуляцию и понимать, что проблем с нею уже нет. Что касается пораженных большевистской идеологией Совков, то здесь речь шла об уничтожении Красной армии. Именно такую задачу Гитлер ставил своим сухопутным войскам. Большевиков надо было не оттеснять, а уничтожать. Когда через неделю после вторжения в Совок картина стала вырисовываться и стало понятно, что Сталин готовил мощнейшую ударную группировку в Украине и что именно там сосредоточена основная масса войск, он и отдал фатальное решение о развороте танковой группы Гудериана на юг, чтобы заключить эту армаду в котел и уничтожить. Это теперь понятно, что первоначальный план был выигрышный, а тогда казалось, что перемалов южную группировку Совковых войск, можно ускорить ход разгрома Совка. Но темп был потерян и постепенно Германия втянулась в ту войну, которая не хотела – в затяжную бойню и драку на истощение ресурсов, а вступившая в войну Америка бросила на чашу противников Гитлера просто несметные ресурсы, и в этот момент, несмотря на полководческую тупость Совков, сработал тот самый аргумент ресурсов – Германия надорвалась на формате войны, которого она избегала. И вот теперь мы наблюдаем картину, когда РФ прошла свой пик ресурсов, который пришелся где-то на 2010-2012 годы. Тогда у Путина были все козыри на руках, и он мог бы вытворять много чего и главное одновременно, поскольку ресурсов хватало на все, а сегодня ситуация уже не та, ресурсов стало существенно меньше, но главное падает их приток. А ввязываться в затяжную драку на излете могут лишь самоубийцы. Тем более, что и в Украине, и в Сирии, и в Ливии Москва получила изматывающие и убивающие ресурсы войны, смысл которых уже потерян. И вот влезть еще и в эту войнушку, явно не такую, какую бы хотелось Кремлю, уже кажется не самым лучшим решением. Более того, сама провокация армян должна была стать демонстрацией силы, которая проходила многократно, но в этот раз азербайджанцы использовали этот выпад как повод и пошли вперед. И вот теперь вопрос уже стоит так, что если повесить себе на холку еще и эту войну, то она может оказаться той соломинкой, которая убила верблюда. Но и отступать уже некуда, поскольку Путин сам отбросил все методы общения с внешним миром, кроме угроз. И если в этом случае он не поддержит свое РНМ, то на этом можно ставить точку по всем пунктам амбиций Кремля. Его будут гнать метлой под зад. Вот такой для Путина цукцванг получается. И хороших вариантов исхода этих ситуаций у него нет. Он сам их отрезал и для себя и для РФ. Ну а мы будем наблюдать за ситуацией и если у азербайджанцев хватит духу, то именно здесь начнется гибель империи уже в реальной плоскости.